Купальный сезон давно в республике открытый. Каждый год перед его началом проводится экспертиза морской воды. По результатам анализа Роспотребнадзор обнаружил до 70% увеличение бактериального загрязнения. Но, несмотря на предупреждение, любителей поплескаться можно увидеть на всех муниципальных пляжах Махачкалы. Руководство зон отдыха объясняет, что не в состоянии удержать людей. Подробнее расскажет Гульнара Абдулаева. Голос из громкоговорителя и вывеска с надписью «Купание запрещено», как выяснилось, не могут остановить желающих поплескаться в морской воде. Людей на пляже меньше не становится. Я уже купаю здесь с начала пляжного сезона. И я не знаю, никаких недомоганий, ничего нет. Чувствую себя отлично. Слышал, что есть инфекционная палочка, какая-то болезнь. Но, что мои друзья, что знакомые, никто этой болезнью не заболел, поэтому нас ничего не остановит. Мы будем ходить на пляж, плавать, загорать. На вопрос, почему на всей территории муниципального пляжа лишь одно предупреждение о запрете купания, заместитель начальника зоны отдыха ответить не может. Рассказывает лишь о том, как хорошо убирают пляж и сетуют на неаккуратность отдыхающих. С трех часов ночи начинают работать тут. Потом спортсмены рано утром приходят тут. Поэтому в очереди с трех часов начинают убирать полностью пляж. Начиная от завода того и кончая от дождь к пляжу, завода туда. Полностью все убирают. Вы сами увидите. Ни мусора, ничего нет. Энтеровирус – главная причина беспокойства Роспотребнадзора. Распространен повсеместно. Эта инфекция чаще всего проходит без симптомов, что не вызывает никаких беспокойств. Многие думают, что заболели гриппом. Однако вирус очень опасный. Один из видов соответствует гепатиту А. В другом же заболевании, в другом же случае заболевание может вызвать сирозный менингит со смертельным исходом. К счастью, в республике случаи выявления таких штаммовируса пока не выявлено. По результатам мониторинга выявлены энтеровирусы и ротовирусы в морской воде, пляжных зон, загородный пляж Прибой, Джами, Березка. В связи с этим были вынесены постановления заместителя главного санитарного врача по республике Дагестан о запрете купания. Канализационные сбросы, неустановленные границы пляжных зон, а также порядок хозяйствования в зонах купания – главная причина загрязнения. Роспотребнадзор уже оштрафовал руководство отдельных пляжей и есть даже судебные иски. Несмотря на это, усиленные лабораторные исследования, проводимые два раза в неделю, показывают, что никаких изменений в составе воды пока нет. На столичном побережье по-прежнему не советуют купаться.